Шалом браха! Я хочу поделиться двумя историями, которые на меня произвели очень большое впечатление, из которых мы можем много выучить. Одна история про Хава Ньюман, это девочка, которая попадает в Освенцум в очень молодом возрасте. И она выживает, но, как всем известно, что даже те, кто выживает, они выглядели как скелеты. И в тот момент, когда немецкая армия, она отступает, то она попадает в тот лагерь, где происходит марш за жизнь, который в тот момент был марш мертвых. Действительно, все те люди, которые были заставлены двигаться по улице, потому что уже наступали войска, и немцы должны были быстро всех собрать, они двигались по улице, и каждый, кто не мог держать этот темп и оставался, как-то приседал, падал, их, в них стреляли. И Хава, которая, она девочка, ей лет 14-15, она идет, и в один момент она понимает, что она больше не может, у нее нет никакого желания продолжать, не только желания, никаких сил. И она задается вопрос, а зачем вообще, зачем это делать? Ну, я пройду еще немножко, еще немножко, я все равно упаду, я все равно, и даже если мы дойдем, это будет опять концлагерь. Куда, зачем мучиться? Нужно просто сдаться здесь, на этом месте. И в тот момент, когда она уже готова опуститься на землю и покончить со своей жизнью, она чувствует сзади кто-то кладет свою руку на нее, поворачивается, там идет девушка, эта девушка, она кладет свои руки на нее, она говорит, что я больше не могу, у меня нету сил. И Хава поворачивается к ней, и вместо того, чтобы упасть на землю, она берет ее за руку и помогает идти дальше. И так говорит, что я больше не могу, у меня нет сил, и она начинает ее подбадривать, она говорит, что нет, мы можем еще немножко, еще немножко, скоро уже у нас, скоро будет освобождение. Он начинает давать ей мотивацию. И так они идут еще дальше, еще дальше, еще дальше. И в конце концов, они выживают, они действительно еще живы, когда их освобождают. И мы видим отсюда, что даже когда я для себя могу принять какие-то решения, которые с одной стороны могут быть действительно правильными, я считаю, что так должно быть, но мы должны посмотреть вокруг. И мы видим, когда вокруг, когда мы видим, что на нас смотрят, на нас, у нас есть ответственность, у нас есть возможность помочь другим, у нас есть возможность спасти других. И если мы поведем себя в одну сторону, то это может повредить другим. Во второй истории, и мы потом их соединим, говорится о том, что в 2003 году в Америке, в Нью-Йорке и в других окрестностях был в середине августа был blackout, не было электричества. 15 миллионов человек были отключены от любого электричества. Потом потихоньку, потихоньку здесь и там они было электричество вернулось. Но представьте себе, насколько это тяжело, насколько это ужасно, но представьте себе, что у вас компания, которая занимается мороженым. И действительно, две компании, она называется Clients, другая называется Mehadrin, это две самые известные кошерные мороженые в этих местах, у них не было электричества. И это значит, что вся их продукция, все это мороженое, все эти огромнейшие морозильники, морозильники, оно начинает таять, оно начинает портиться. В этот момент Clients, они каким-то чудесным образом, у них получается вернуть электричество в течение пяти часов. Но они знают, что в других местах, включая Mehadrin и главного конкурента, это нужно будет ждать еще почти 48 часов, пока у них будет электричество. В этот момент Ари Клайн, хасидский еврей, который глава этой компании, он сразу же звонит в ту фирму Mehadrin и предлагает им, чтобы они привезли весь свой товар, все свои мороженые, которые у них есть, перевезти их на склад. Они мгновенно начинают все сделать порядок, целую инвентаризацию, все смести в одно место, чтобы освободить, они посылают две свои грузовые машины, чтобы перевезти все, весь этот товар своих конкурентов в свой, на свой завод, на свой громадный морозильник. И Ари Клайн, он объясняет, что у него не было никаких сомнений, он говорит, что Ашем помог мне, Ашем дал нам специальное благословение, что у нас вернулось электричество. И действительно, это понятно, что мы должны помочь другим. И у меня, он говорит, у меня было даже сомнений, конкуренция, неконкуренция, какая разница? Да, мы должны помочь этой компании, она в таком кризисной ситуации. И он говорит, он обращал, он говорит, что и так же я бы ожидал, что сделали бы для меня, как я это сделал для других. То, что Ари Клайн делает, он, кроме всего того, что это считается хорошим делом, он ставит новый стандарт в своем бизнесе для других компаний. После этого это действительно становится нормой. Если он на это был способен, то после этого, если кто-то это не сделает, это уже он меньше нормы. Поэтому, кроме того, что он сделал сам потрясающую хорошую вещь, на дело, он тоже делает так, чтобы после него он делает такой прекрасный пример для всех других, чтобы они тоже следовали этому. И здесь мы видим, что каждый из нас, он находится, он является лидером, он является в каком-то месте, в каком-то смысле. Да, это начинается в семье, начинается тоже на работе, в общении с нашими соседями, с другими. Когда мы принимаем решение какое-то, кроме того, что мы, если даже мы думаем, что нет, я считаю, что так лучше для меня, и так это будет. Нам нужно посмотреть вокруг, нам нужно посмотреть, а как это будет повлиять на наше окружение. Возможно, мы можем все-таки пересилить себя, мы можем как-то подняться выше. И это не только поможет нам, но это поможет действительно прийти к какому-то тику-нулям, усовершенствованию всего мира. И каждый, каждый из нас на это способен. Успеха!